большая проблема у нас еще в том что растение нам не могут сказать что же им не хватает как мы можем определить по вегетирующим растениям есть четко четкие признаки недостатков элементов питания и специалисты по внешнему виду растений могут с высокой вероятностью сказать какое какого элемента питания у нас не хватает в частности давайте рассмотрим азот самый важный элемент питания какой у него признак когда его недостаток это желтые листья притом следует отметить что желтизна листьев начинается со старых с нижнего яруса молодые листья будут до последнего быть зелеными почему потому что на прошлом вебинаре вам говорили что у нас элементы бывают реутилизируемый то есть когда растение их может дважды использовать перегоняя их грубо говоря из старых частей в новые в точки роста молодые а есть слабые или нереутилизируемые то есть элементы которые поступили и все их со старых частей растение никак не может больше использовать так вот азот он легко подвижный даже в растениях соответственно первые признаки недостатков у нас будут проявляться на нижних листьях частности мы видим да картофель и малина пожелтение снизу идет и от центра краю листовой пластинки не становится листья становятся светло-желтые при очень сильном недостатке азота растение полностью становится желтыми и они погибают также по внешнему виду вы можете увидеть что растение они угнетен они отстают в росте это тоже очень характерный признак и если мы будем говорить о плодовых культурах то преждевременное созревание при этом ягоды как правило или плоды мелкие и не сочные признак недостатка азота очень часто виден для тел на газоне те кто выращивают газа у есть до газона скорее всего весной после того как у нас сошел снег и трава начала отрастать вы можете увидеть так называемые желтые желтые кончики в листьях или проплешины это и именно из-за того что растением в этом не хватает азота за счет того что скорее всего вот в этом месте был застой воды либо очень плотная почва а как я уже говорил чтобы азот был доступен нужно насыщение кислородом рыхлая почва и тогда тот азот который еще есть почва он будет доступен расти недостаток фосфора ярким признаком недостатка фосфора это листья приобретает темно-зеленую или фиолетовую окраску очень часто это заметно на рассаде капусты кто выращивает любую капусту любые крестоцветные характерная фиолетовый окрас нижних листьев если вы это замечаете то смело делайте подкормки фосфорными удобрениями при сильном недостатке у нас происходит деформация растений и начинается некроз отмирание листовой пластинки с края к центру листа калийное голодание калийный признак недостатков калия так называемый калийный ожог на старых растениях очень часто вы его можете увидеть на смородине как на рисунке показано такие кровавые подпалины которые также от центра к от края вернее к центру листа также калий влияет так на устойчивость растений к болезням если вы вдруг заметили что у вас растения все прекрасно росли а потом начали поражаться грибковыми или бактериальными растениями то это один из признаков того что вам не хватает калия потому что калий отвечает за иммунитет растения также плоды слабо окрашенные если вы видели что увидите что интенсивности цвета на томатах на яблонях нету попробуйте применить калийное удобрение при том если это уже по вегетации то соответственно это лучше всего водный раствор который бы быстрее доставил калий в растение недостаток кальция или так называемый яркий пример это верхушечная гниль у растений те кто выращивают томаты очень часто сталкиваются с таким явлением когда на завязях томата верхушка отгнивает она становится черный мягкая да и соответственно все сначала думают что это болезнь в частности фитофторы либо септериоз на самом деле это яркий признак недостатка кальций внесите кальций и вы избавитесь от этой проблемы также все кто выращивают капусту знаете есть такая болезнь как кила капусты а эта болезнь развивается на тех почвах где на очень кислых почвах где у нас естественно не хватает кальция элементарный способ избавиться от килы и улучшить состояние растений это произвестковать внести древесную залог при недостатке кальция у нас очень угнетается рост растений и вплоть до отмирания верхушек растений то есть растение у нас перестает просто расти но замирает и вы можете увидеть что новых лист новых листочков не обнаружил магний один из ключевых мезоэлементов который отвечает за фотосинтез без магния у нас растения не могли бы поглощать co2 выделять кислород и накапливать питательные вещества запасные вещества первый его признак это не жилковый хлороз при недостатке магния вы вы видите что у нас листья приобретает желтую окраску но жилки остаются зелеными какой бы дефицит магния у нас не был у нас жилки всегда будут зелеными ярким примером это служит те кто выращивает огурцы у них очень часто проявляется вот эти визуально да недостаток магния то есть вы видите при этом а многие дачники думают что это вирус вирус табачной мозаики на самом деле вирус табачной мозаики он у нас на новых молодых листьях проявляется а если вы видите что у вас на старых листьях появляются желтые пятна но жилки остаются зелеными соответственно это у вас недостаток магния внесите любое магния содержащие удобрение и вы избавитесь от этого элемента сера сера как азот ключевой элемент который нужен растениям чтобы они формировали аминокислоты формировали белки без чего собственно ни одно растение не может жить но как я уже говорил если азот у нас реутилизируемый элемент то есть он легко подвижен в растениях растение может дважды использовать то сера в отличие от зол от азота слабо подвижно в растениях поэтому первый признак проявления серного голодания у нас будет естественно обнаруживаться на молодых листьях на верхушках притом внешне признак голодания азота и сера он одинаков то есть вы увидите это просто пожелтение листьев но вы должны смотреть где если это на старых листьях на нижних листьях соответственно вам нужно назад если это у вас желтеют молодые побеги вплоть до веточек полностью становится молодой листочек желтый соответственно нужно внести серу и признак недостатка серы у плодовых культур это так называемые сухие плоды или мумификации можно спутать ее сухой гнилью но сухая гниль на более поздних стадиях налива до в частности я бы а вот сливы яблоки на ранних стадиях если вы видите что они не наливаются как следует то это тоже признак того что растение не хватает серы она не может усвоить азот потому что серы и азот находится в степке чем больше у вас серы чем больше растение может усваивать азот и соответственно встраивать его в аминокислоты и белки теперь по микроэлементам ключевой и очень важный микроэлемент опять же я подбирал для нас как садоводов да и дачников и огородников это бор то все кто выращивают у нас редис цветную капусту любые корнеплоды должны знать что бор для этих культур это наиболее важный микроэлемент если вы замечаете вот на рисунке показана цветная капуста с черными вкраплениями это в первую очередь но надо посмотреть если это влажные пятна то это скорее всего начинается бактериоз если это сухие то это признак недостатка бора потому что бор при его недостатке он при его недостатке отмирает точка роста растения перестают свистеть они деформируются и перестают свистеть и развивать завязи у корнеплодов в частности здесь представлен редис лопается корнеплод за счет того что у нас при недостатке бора происходит закупорка сосудов они неправильно разрастаются и у нас просто лопается можно спутать это с избыточной влажностью да многие наверное знают что при избыточной влажности корнеплоды могут лопаться но тут надо смотреть если у вас одновременно лопнул и корнеплод и у вас отмирает точка роста то есть деформируются молодые растения то это первый признак бора внесите самую распространенную борную кислоту это самое дешевое распространенное удобрение по листу и вы избежите вот этих вот негативных влияние недостатка бора и цинк один из тоже ключевых микроэлементов который отвечает за образование тоже аминокислот и углеводов его недостаток в первую очередь проявляется на молодых летах они деформируются они становятся как гармошка то есть растение не может расправить свой лист а также межилковых образуется межилковых хлороз но если мы помним что у магния межилковых хлороз на старых листьях то при недостатке цинка в первую очередь это будет проявляться на молодых листьях потому что цинк более подвижен в растениях а также если вы заметили на плодовых деревьях или кустарниках что образуется так называемая суховершинность то есть росло-росло растение да дерево росло и в один прекрасный момент макушка просто засохла ниже при этом нижние ветви остаются зелеными на них даже могут быть плоды или бутоны или цвести а верхушка просто засохла это того что у вас острый дефицит цинка чтобы избавиться необходимо вносить цинк содержащие удобрения это что касается у нас признаков недостатков элементов питания этом это у н в по